МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Дамов, блогер, считает, что если не можете оплатить парковку, значит, не можете позволить себе автомобиль. Оказывается, те места, которые у тебя во дворе выделены под автомобили, это не совсем для жителей, это для гостей этого дома. Так ли это, нужно ли это или нет? Сегодня выслушаем несколько мнений. Также призываю вас тоже участвовать в дискуссии, подходить к красному микрофону, задавать свои вопросы и высказывать свое мнение. Итак, у меня сегодня в гостях депутат законодательного собрания Края Александр Глесков. Александр, добрый день. Добрый день. И Василий Дамов у нас блогер. Василий Дамов, добрый день. Итак, платные парковки даже во дворах. Это вообще реально? В Красноярске, я думаю, что в ближайшие годы нет, но вообще очень хотелось бы, чтобы мы, как и весь остальной мир, шли примерно к этому же. В очень многих странах за то, чтобы ты держал свою машину во дворе многоквартирного дома, ты должен платить какие-то деньги. То есть это не платная парковка в чистом виде, когда ты там, например, платишь за часы стоянки, но ты все равно за право нахождения машины во дворе, который принадлежит всем жильцам этого дома, ты какие-то деньги платишь. А содержание общей домовой территории в это не входит вообще? Когда ты платишь ТСЖ отдельные деньги? Ну, вообще-то, житель, когда платит ТСЖ в управляющей компании, он и платит, в том числе, за содержание придомовой территории, куда входит озеленение, парковка, зависит, конечно, от границ кадастровых вот этого конкретного двора. Но вот я с Василием-то сразу в чем не согласен? Мы уже вот не первый раз дискутируем. Не надо Красноярск сравнивать с Лондоном, и не надо Красноярск сравнивать с Москвой, потому что нашим чиновникам, им, если позволить, они, конечно, хотят не только в центре, но и в других районах сделать платную парковку. А в смысле, почему нас не нужно сравнивать с большими и крупными городами? Мы хотим быть большим и крупным городом, мы хотим быть столичным городом. Мы хотеть можем все, что угодно. Но у нас, во-первых, благосостояние людей не такое, как в Лондоне и Нью-Йорке. У нас город застраивался, по большей части, в советское время. И условий для того, чтобы даже элементарно вот те машины, которые сегодня есть, припарковать, их нет. Денег таких в бюджете для того, чтобы шиковать, у нас тоже нет. Ну и вообще в Лондоне 20 миллионов туристов каждый год. У нас сколько? 20 человек туристов. Значит, Саша, смотри, короче, какая история. Я говорил тебе об этом на предыдущих дискуссиях, скажу и сейчас. Как раз тот факт, что наш город исторически, и особенно центр, не приспособлен для большого числа машин, как раз это является самой главной первопричиной для того, чтобы ввести платную парковку. Ведь парковка не для того, чтобы зарабатывать деньги на парковке. Парковка в центре города и дорогая парковка для того, чтобы люди не приезжали на машинах в центр города. Во многих странах, в маленьких городах, мы не будем сейчас брать Лондон, Нью-Йорк, тем более, что в Нью-Йорке, например, не был. Я был в маленьких городах, там в Брюге, в Бельгии, там где-то еще. Есть не просто ограничение на бесплатную парковку в центре города, которого нет в принципе. Есть ограничение на количество часов, которые ты можешь находиться в городе. Ровно потому, что маленький центр, узенькие улицы, мало места для машин. Просто не нужно приезжать в центр на машине. Согласны? Давай я тебе по пунктам буду отвечать. Ну, во-первых, вот эта вот позиция, что все были дураки до нас. А вот мы пришли умные, и мы все знаем. Была понятная логика у мэра Пимашкова, который, понимая, что в центре не хватает мест, он потихоньку там, везде, где можно, делал парковочные карманы, для того, чтобы все желающие могли приехать. Потом пришел мэр Акбулатов. У него была концепция, что давайте еще на 8,5 тысяч, посчитал граждан проект, сделаем 16 многоуровневых, больших, комфортных парковок. Начали что-то делать, потом вдруг все зачеркнули и решили вводить платную парковку. Каких-то аргументов, кроме того, что мест мало, ну, давайте сделаем больше, не прозвучало. Теперь, что касается, зачем люди едут в центр, а не от хорошей жизни, потому что в центре находится прокуратура, суд, министерство, казначейство, администрация, едут за справкой, кого-то вообще выбрали случайно присяжным. Он должен приехать в край суд там в течение нескольких месяцев. И людей наказывать за это финансово, ну, наверное, неправильно. Не говоря уже о том, что... Ну, а кто вообще придумал, что если в центре мало места, давайте сделаем так, чтобы туда ездило меньше людей. Это вот, мне кажется, какие-то урбанисты, которые... Не перевирай мои слова. Не ездило в центр меньше людей. В центр, как ты очень верно заметил, меньше людей ездить никогда не будет, потому что в центре ты начал суда прокуратуры, я начну там с больниц, библиотек, вузов и так далее, чтобы меньше людей ездило в центр на личном автомобильном транспорте. Оставляла машину дома, либо не имела ее вообще. Чем крупнее город, тем человеку должно быть дороже владеть личным автомобилем. Он может оставить автомобиль для поездок на выходные дни на дачу, как это делают часто в Европе в маленьких городах, Саша. Либо он может не владеть автомобилем личным вообще. Есть каршеринг, есть такси, есть общественный транспорт, и как бы мы ни спорили, он становится лучше в Красноярске. Чтобы приехать в центр за справкой, не нужен личный автомобиль. Есть огромное количество способов приехать в центр не на личной машине. Ну, общественный транспорт лучше не становится. Давай так. Его становится меньше, я бы сказал. Может быть, там автобусы становятся более современные, там Евро-5 появляются. Но статистика такая, что каждые три года где-то на 10% число просто машин, выходящих на линию, автобусов, трамваев и троллейбусов, уменьшается на 10%. И это плохо. А число жителей растет. А в сильнее время оно еще сокращается. То есть условий для того, чтобы воспользоваться вот этим общественным транспортом, становится меньше. Опять же, возвращаясь к тому, зачем люди едут в центр. Ну, человек работает в центре. Ты вот что предлагаешь? Если он не в состоянии будет заплатить за платную парковку, то пускай трудоустраивается куда-то в другое место. В солнечный. Люди приезжают, например, в солнечном негде работать. Поэтому придется, видимо, куда-то, может, на правый берег человеку трудоустраиваться. Дальше. Вот приезжают люди, например, в ресторан или в магазин. Ну, раз в центре припарковаться сложнее, ну, значит, и посетителей будет меньше. Это же очевидная вещь, да? Многие кафе там, вот кафе, кофейня стоит на Ленина. Я разговаривал с хозяином, говорит, ну, 50% меньше выручки. Я 50% персонала сократил. Кому от этого хорошо? Вот кроме урбанистов, которые как бы чувствуют собственное удовлетворение. Что да. А давайте сейчас послушаем мнение зрительного зала. Скажите, как вас зовут и... Меня зовут... Слышно, да? Да, сейчас слышно. Меня зовут Сергей, мне 15 лет. Такой вопрос. Вы говорите, что платные парковки должны быть везде, в том числе и во дворах. Ну, вот у меня сосед, владелец девятки. Откуда у него деньги на то, чтобы платить за парковку? У владельца девятки, копейки, пятнашки. Это мои соседи. В моем дворе. А те, кто на Порше, например, приезжают, должны платить? Ну, с богатых, конечно, платить налоги надо, но, блин, ну, копейка, девятка, ну, мои соседи обыкновенные. Василий, Александр, вы согласны? Скажите мне, пожалуйста, вот в этом смысле это самый циничный вопрос про платные парковки. Это действительно абсолютно цинично, я не стесняюсь это мнение никогда высказывать. Если у вас нет денег содержать машину, не покупайте машину. Это очень просто. Машина, личный автомобиль в большом городе – это дорого. Это должно быть дорого. Страховки на личный транспорт должны быть еще дороже. Деньги, которые вы платите за парковки, должны быть еще дороже. Еще раз, личный транспорт – это роскошь. Есть общественный, есть такси и есть каршеринг. Если владельцу девятки не на что ее парковать во дворе, пусть продает свою девятку. У меня ответ очень простой. Александр. Ну, у меня ответ противоположный. Я не считаю, что автомобиль в сибирском холодном городе – это какая-то роскошь. И вообще говоря, многие не от хорошей жизни вынуждены пользоваться девяткой, шестеркой или каким-то недорогим автомобилем. Потому что у нас элементарно муниципалитет не может место в детском саду дать ребенку по месту жительства. Поэтому живешь ты в роще, а тебе место дадут в солнечном или вообще на правом берегу. А если у тебя двое детей, то тебе вообще в разных садиках дадут. Одному в солнечном, а другому на правом берегу. И что ты предлагаешь? Вот этой маме поехать на общественном транспорте. Ну, тогда она просто вынуждена будет только вот этим развозом и заниматься. Ей работать уже будет некогда. А работает она, например, в центре. То есть она что, должна детей развести, приехать, машину поставить и ехать в центр на автобусе только потому что… И усугубимо. Это, допустим, не летом, а происходит еще зимой. В нашем зимний мороз мороз. И вот пока, да, не забыл. Вот я знаю одного человека, который прям вот рад был введению в центре платных парковок. Это вот такой олигархенок, владелец магазина «Римикс». Вот он бриллиантами, значит, торгует, да, и он прямо выкупил на год себе два места, поставил там охранника, рогатки и говорит, вот для меня-то как хорошо сделали. Вот это вот для тех, кто может себе позволить приватизировать в центре города место под свой автомобиль. Ну, таких людей раз-два и обчелся. А большинство-то в Красноярске живет людей небогатых, для которых это большие деньги. Можешь купить парковку? Хорошо. Не можешь? До свидания. Смотрите, еще раз. Я возвращаю вас к мысли, что чем больше город становится Красноярск, тем мы вынуждены все больше и больше жить по правилам крупных городов. В Москве, мы не берем сейчас за границу, раз Саша не хочет, в Москве уже давно одним из критериев выбора места работы стала логистика. Удобно ли мне ездить в это место работы? Если я живу на юго-западной, а, например, работа у меня на, соответственно, северо-востоке Москвы, и я понимаю, что ездить мне неудобно, я ищу другие варианты работы. Логистика в крупном городе считается одним из важных факторов. Если мы понимаем, что человеку дали место в детском садике в Черемушках, а он живет и арендует квартиру в северо-западном, Саша, это очень цинично звучит, но он должен из северо-западного перебраться ближе к детскому саду. Либо если он работает где-то на правом берегу на улице Вавилова, то туда. Но еще раз, это не является неразрешимой проблемой. То, что ты говоришь, это скорее исключение, чем правило. Их много есть, но они исключения. А у меня встречный вопрос. А ради чего вот это вот все? Вот в центре ради чего парковка? Какая цель? Кроме того, что вот владелец магазина ювелирных изделий может свою машину гарантированно припарковать. В центре платная парковка для того, чтобы люди, приезжая в центр, не как некоторые секретарши в краевой администрации в 9 приехали, машину бросили в 6 с работы вышли, машину забрали, а те люди, о которых ты сказал в самом начале, которые приезжают в суд на пару часов, в кафе на пару часов, куда-то еще на пару часов, чтобы они всегда имели возможность припарковать машину за небольшие, в общем, деньги, Саша. 50 рублей в час, в кофейню сходить 2 часа, это 100 рублей. Средний счет в кофейне намного больше. Ну, то есть это для богатых. Саша, 100 рублей это сильно не для богатых. Если у тебя машина есть, и ты представляешь стоимость владения машиной даже сейчас, 100 рублей это очень немного. Вот я хочу, чтобы я приезжал, например, и у меня была возможность в центре хотя бы за деньги припарковать машину. Сейчас у меня этой возможности нет ни за деньги, ни бесплатно очень часто. Александр. Ну, Василий ответил фактически на мой вопрос. То есть это для, не знаю, богатых, небогатых. Понятие богатства разное. Это для обеспеченных людей, которые хотят, чтобы у них была вот такая привилегия. Саша, 100 рублей это не богатство. Ну, 100 рублей за сколько? За 2 часа. За 2 часа. Ну, опять же, а кому надо целый день стоять? Вот у кого-то офис в центре, да? Например, подожди, а кому нужно там целый день стоять? Секретарша, которая с 9 до 6, это самая первая и самая главная аудитория, которую нужно выживать из центра. Ее машина стоит в центре 9 часов, занимает место, которое в течение 9 часов могли бы попеременно занять 2, 3, 4, 5 человек. Она приехала, оставила машину и стоит там. Вот так ты презрительно, секретарша. Ну, мы не будем давай брать секретарей, там, пресс-секретарей, там, да, у нас же у каждого чиновника сейчас пресс-секретарь есть у каждого главы района, да? А вот элементарно там какой-то департамент городского хозяйства. Там куча простых рядовых специалистов, которые не получают больших денег, там, или управление образованием, департамент муниципального имущества. Всех на общественный транспорт, да? Общественный транспорт или каршеринг, или такси. Поверь мне, каршеринг, я владею машиной, я знаю стоимость владения личной машиной. Она существенно выше, чем если бы я пользовался каршерингом, например. Давайте сейчас послушаем мнение зрительного зала. Подходите к микрофону, представьтесь, как вас зовут и задавайте вопрос. Плохо слышно? Александр, не работает. Сейчас еще и говорите. Зовут Александр, вот. У меня вопрос такой, вот смотрите, строятся новые микрорайоны, да? По сути, там, жители сами отсекают вот эти парковки шлагбаумами, да? И получается, живут на этих парковках, паркуются только жители этих домов. И как бы, их все это устраивает. Зачем в их жизнь вмешиваться? И кто лоббирует такие, я бы сказал, противонародные законы? И почему об этом не говорится? Просто есть закон, я думаю, надо говорить, что это лоббирует, чтобы люди знали вообще, откуда это зло идет. Вы про платные парковки во дворах? Да, 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 именно про это. Чтобы люди знали, откуда это зло идет. Я считаю, что это зло. Людей забирают последнее. Все, там, зарплаты практически уходят на оплату коммунальных услуг, какие-то там налоги. Я сам живу в частном секторе, меня это не очень сильно касается. Поэтому нормальные, адекватные, ну, я никого не хочу обидеть. Просто люди, которые имеют себе возможность, они все едут за город, потому что там, ну, проще... Ну, там точно ездить, парковать свой автомобиль. И дешевле жить, да. Спасибо большое, Александр. Я вам не вопрос, кто лоббирует вообще вот это все? То есть откуда это зло у Александра? Строитель или кто? Я не очень понял вопрос, как я вам уже сказал. А кто лоббирует эти интересы вообще? Лоббирует какие интересы? А для того, чтобы, например, придумать парковку платную во дворах. Да, вот кто вообще лоббирует платную парковку в центре? Вот так вот я и не нашел автора. Слушай, ну, мне кажется, это мэрия начала под руководством Адхам Шукуричи и продолжает действующее. Я, например, еще раз, я лоббирую, я сторонник этой теории, да? Ну, вот я тебе хочу сказать. Я очень просто отношусь, да, вот к таким идеям. Вот избиратели требуют или не требуют? Вот я ни разу за 10 лет, пока я депутат, ни от одного избирателя не слышал такое поручение, что обязательно нам нужна платная парковка в центре. Никто никогда об этом не говорил. Тем не менее, власти на это решение пошли. Я так понимаю, это вот так называемые урбанисты, которых там в советское время называли городскими сумасшедшими, а сейчас там ездят всякие кудрявые товарищи там из Москвы, рассказывают, а вот там вот так, а вот во всем мире вот так. Давайте мы сделаем вот так. Потом появляются вот эти решения, потом появляются вот эти законы. Примерно так. Но если ехать или не ехать в центр, это выбор человека. Мы можем поехать на набережную, поехать в центр, либо не поехать. То ставить машину во дворе, но это без вариантов. Еще раз. Настаиваю на том, что в центр ездить нужно. Центр для всех горожан. В центре отдых, в центре работа, в центре учеба. Акцентирую внимание. Давайте приезжать в центр. Давайте в центре ужинать, учиться, работать, отдыхать, гулять на набережной. Давайте не приезжать в центр на личных машинах. Это же можно сделать. Ты сейчас говоришь про летнее такое время, когда можно гулять, действительно. Я в любое время года, когда мне вечером нужно выехать в центр, вечером, я бросаю машину дома и еду на автобусе. Я не вижу в этом никаких проблем. Где эти пешеходы зимой? Зимой. Это, конечно, не пример. Но нам всегда говорят, что вот, значит, вы ратуете за развитие велосипедного транспорта. Как бы хорошо в Сочи или хорошо там в Европе, где тепло. Я неделю назад был в Норвегии, в Осло. А севернее находится, чем Красноярск, где-то примерно на широте Енисейска. Я специально спрашивал, когда у них прекращают люди ездить на велосипедах. Ответ очень простой. Никогда. То есть в январе орвежцы берут велосипеды и едут на них на работу. Разумеется, для сибирского города это не является спасением. Но я говорю, что есть масса способов. Я три постоянно называю. Общественный транспорт, такси и каршеринг. Есть масса способов заместить личный транспорт в нашей повседневной жизни. Если ты не торопишься, если у тебя есть время, выйди на остановку и уедем на автобусе. Если ты торопишься и... Василий, а комфорт? Но надо же полагать, что ни в каком общественном транспорте не будет так же комфортно, как в личном автомобиле. Отлично. И тут мы приходим, собственно, к той самой развилке. Либо ты хочешь с большим комфортом, но дороже. А если хочу с большим комфортом? Но дороже. Не проблема. Влади личным автомобилем, с комфортом езди, плати за парковки, плати там в перспективе за въезд в центр, я очень надеюсь, и так далее, и так далее. Хочешь с комфортом? Плати. Это нормальный выбор. То есть за комфортом оплатить, Александр? А у меня вот предложение в другом немножко аспекте на это посмотреть, да? А у нас что, других проблем нет в городе, кроме как внедрения вот этой платной парковки. Ну вот завтра будет в это же время обсуждение, что делать с бродячими собаками. У нас вот администрация, тот же самый департамент городского хозяйства, да, за это отвечает, не может который год навести порядок с бродячими собаками. То есть проблема с парковкой такая надуманная получается. А мы тут как бы, да, говорим, что вот мы хотим столичность, у нас люди живут в некоторых микрорайонах без садиков, без школ, без дорог вообще. А мы рассуждаем, что вот мы платную парковку сделаем в центре, потом ее еще везде распространим и заживем. Саша, мы с тобой оба живем в Николаевке, у тебя есть проблема с бродячими собаками? У меня нет. Есть, у меня во дворе целая стая. И у меня во дворе, но они бегают, мы их подкармливаем. Ну их не может ни предыдущий мэр, ни действующий мэр не могут их отловить. Я даже на сессии выступал, говорил, разберитесь, господин губернатор Толоконский с мэром Акбулатовым, он не может даже собак отловить в городе Красноярске. Толоконский уже сегодня не здесь, собаки остались. Давайте узнаем еще один вопрос, задавайте. Вопрос такой, вот наш уважаемый блогер говорит, что хочешь себе комфорт оплати, но это позиция капиталиста. Социализм нам дает вот что, мы делаем хороший общественный транспорт, нам комфортно в любые точки города, много автобусов, много комфортных мест, все дешево, жизнь прекрасна. И не нужен автомобиль, и не нужна эта платная парковка, просто это позиция капиталиста, который хочет ложиться на нас. Василий, да вы капиталист. Я капиталист, абсолютно, безусловно, я поддерживаю решение в свое время, которое принял Борис Николаевич Ельцин запретить компартию. Более того, я бы и социалистов запретил, будь у меня такая возможность. Я считаю деньги универсальным мерилом всего и вся. Социализм это миф, и мы это видим потому, что сейчас происходит в Венесуэле. Никакого социализма эффективного не бывает. Вы, судя по возрасту, младше меня раза в два с половиной. Я жил при социализме, и я помню, насколько это страшно. Не будем туда возвращаться, пожалуйста. Еще раз, не качайте головой, вы там не были, а я был. А вот молодой человек-то правильный аргумент привел. Ведь ты же сам, Василий, говоришь, это капиталистический подход. А у нас нигде в Конституции не написано, что у нас капиталистическое государство. А то, что оно у нас социалистическое, тоже не написано. У нас написано, что оно социальное. А социальное, это значит, что по возможности оно должно бесплатно предоставить образование, здравоохранение, социальное обеспечение, благоустройство. И вот самое главное, что в Конституции про образование, социальное обеспечение, здравоохранение и так далее все написано. А про то, что в Конституции написано про бесплатные парковки, не написано, слава богу, ничего. Не написано, согласен. Но предоставить возможность парковаться бесплатно, это... Не, но направленность Конституция задает. То есть надо стараться, чтобы социальные блага были бесплатны. Надо стараться, чтобы они были не бесплатны, а доступны, я бы так сказал. И я по-прежнему считаю, что для человека, у которого в личном пользовании есть машина, 50 рублей за парковку, если он приехал в какое-то госучреждение в центре сдать документы, это абсолютно адекватная цена. В Москве эта цена сейчас измеряется сотнями рублей. И я тебе хочу сказать, что все известные мне москвичи счастливы и довольны, что в Москве заработали платные парковки. Как те, у кого есть машины, так и те, у кого их нет. Потому что центр Москвы стал наконец-то свободным от личного автотранспорта. Давайте перейдем от центра все-таки к нашим дворам, куда мы приезжаем и ставим машины на ночь, как правило. Если все-таки там станет парковка платной, Александр, вы как считаете, это справедливо будет? Ну, я думаю, что я лично все возможное сделаю для того, чтобы власти наши до дворов не добрались. Потому что вот правильно мужчина говорил, двор – это личное пространство. И жители сами должны решать. Некоторые, кстати, дворы у нас поставили шлагбаумы и вообще не дают своим жителям парковаться. Но это все решается на общем собрании. Это люди сами должны определиться. Они двор используют просто для прогулок или они двор используют для парковок. Ну, вот я с чем согласен, что те люди, которые паркуются, это точно такие же жители конкретного дома. И когда вот ко мне приходят с жалобами, да, как к депутату и говорят, а у нас много машин во дворе. Я говорю, знаете, вот вы этот вопрос решите сами у себя во дворе на общем собрании. Договоритесь между собой. Много у вас машин, мало, где они должны парковаться, там увеличить парковочное пространство или уменьшить его, поставить там детскую горку или поставить столбики какие-то. Вот даже на взлетке я один раз столкнулся, мужчина вот сам просто взял и под своим окном приварил столб железный, чтобы вот под окном у него не парковались. Это незаконно. Самоуправство очевидное. Ну, никто, как это, никто из соседей на него не обиделись, но просто он таким образом урегулировал вот этот вопрос. Очень по-русски. Подтягивая в это ни мэра, ни губернатора, ни депутатов. Я с тобой скорее соглашусь еще раз. По платной парковке во дворах у меня позиция такая достаточно менее жесткая, чем по центру города, безусловно. То, что происходит во дворах, скорее должны решать жители дворов. Если они устраивают, что у них для прогулок с детьми есть вот такая площадка, а все остальное место занимают личные машины, ну, окей, это их двор, пускай они живут, но из центра города личные машины нужно выбирать. Центр для всех. Давайте послушаем мнение. Скажите, как вас зовут? Меня Сергей зовут. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Сергей, хотел бы по поводу платных парковок во дворах. Вот, посмотрите, я живу в центре, у нас недавно закрыли двор, поставили шлагбаум, и, получается, оплатили это все жители абсолютно. Есть у тебя машина, нет машины. Понятное дело, что даже те, у кого нет машины, получили преимущество в том, что во дворе меньше стало транзитного трафика, как бы, ну, есть свои плюсы. Но я не считаю, что бабушка, у которой машины никогда вообще не было, должна платить за то, чтобы мне было удобно на машине. Вот, то есть для меня там как бы я готов заплатить, да, за это, а для бабушки там 500 рублей, допустим, там в течение, ну, за установку, там, вот это, это большие деньги. То есть пусть платят те, у кого есть автомобили, и кто их паркует. Да, конечно, и вот эти механизмы, мне кажется, надо, чтобы были отлажены, ну, чтобы, ну, сейчас, конечно, да, типа жители сами там решаете, да, ну, а как это сделать, непонятно. Да, жители, спасибо большое, Сергей, не всегда могут договориться. Я сейчас предлагаю нашему зрительному залу проголосовать. Вы готовы платить за парковку у себя во дворе? Если да, поднимите руку. А вы против того, чтобы платить за свою парковку у себя во дворе? Поднимите руку, если против. Вот так. Есть что добавить? Вот я считаю, что когда половина за, половина против, вот такие решения принимать ни в коем случае нельзя, потому что они настраивают просто всех против всех. Я согласен, Саша, но знаешь, в чем проблема? В этом смысле я, ты этого не говорил, но я поддержу тебя. Я считаю, что уже много лет проблема в мэрии Красноярска, которая просто не объясняет людям, что это и зачем это нужно. Они говорят, мы ведем платные парковки с завтрашнего дня. Люди говорят, ну, как же, было же все бесплатно, сейчас платно. Я много раз сталкивался с тем, что если ты объясняешь человеку, ведут платные парковки, и он от этого в минусе получит вот это, а в плюсе вот это, очень многие люди, Сергей, например, да, очень многие люди становятся сторонниками платных, кстати, парковок. И к вопросу о девятках и чем-то еще. Вот у Сергея как бы не самая дорогая машина, но как бы Сергей один из самых известных мне сторонников платных парковок в городе, потому что это сделает город цивилизованным городом. Александр? Не согласен, что мэрия не объясняет. Мэрия как раз объясняет и проплачивает кучу публикаций сюжетов и проплатные парковки. Неоднократно это делало. Проблема в том, что люди не согласились. То есть чиновники попытались убедить, не нашли таких аргументов, которые убедили большинство, и просто навязали платную парковку в центре. Поэтому, вот, кстати, о чем мужчина-то говорил? Почему жители центра вынуждены были поставить шлагбаумы? А это все тоже последствия вот этой реформы. Поэтому надо в зародыши вот эти идеи просто гасить. И тогда никогда чиновник до двора уже не доберется. И тогда через два года центр города просто встанет в Красноярск. Жили без платных парковок и проживем так же, как без паспортов, фасадов жили и без многих там других вот этих изобретений и инноваций. Поживем, увидим, называется. Спасибо большое. Сегодня мы обсуждали платные парковки во дворах и платные парковки вообще в центре и в городе. И сегодня у нас в гостях был депутат законодательного собрания края Александр Глесков. Александр, спасибо большое. А также блогер Василий Дамов. Василий, спасибо большое. Спасибо нашим зрителям, что были с нами. Спасибо вам большое.